Всем добрый день! Я думаю, сегодняшнее видео будет полезно тем, кто страдает от прыщей или же у кого есть дети, которые мучаются от этой проблемы. И сегодня по вашей просьбе я проговорю про одно потрясающее аптечное средство, которое можно использовать в качестве присушки от прыщей. То есть, смотрите, мы с вами не говорим про какую-то аптечную массу лечебную или про какую-то схему. Мы сегодня с вами говорим про аптечное средство, которое является именно вот хорошей, дешевой присушкой от наших прыщей. Итак, вы можете пойти в аптеку и приобрести абсолютно без рецепта, за небольшие деньги, вот такой спиртовой раствор левомицетина. В аптеке есть два варианта, 1% спиртовой раствор или же 3%. И если мы с вами собираемся присушивать единичные прыщи, которые, скажем, у нас периодически только подсыпают, то вполне достаточно иметь 1% спиртовой раствор левомицетина. И если же наши прыщи обильные, очень часто подсыпают и содержат выраженное гнойное содержимое, то лучше, конечно, брать в качестве присушки 3% раствор левомицетина. И в этом растворе на присушивание прыщей будут работать все его компоненты, то есть и спирт, и левомицетин. Вы вправе сказать, что вот в аптеке есть разные варианты спиртовых растворов и можно приобрести что-то подешевле. Но все-таки, если мы с вами говорим про гнойники, про гнойные прыщи, то лучше присушивать их именно спиртовым раствором левомицетина. Итак, первый компонент, который работать у нас будет в качестве присушки, это этиловый спирт. Я думаю, здесь нет смысла вам говорить. Все знают, что этиловый спирт это великолепный антисептик. Но мы с вами еще делаем акцент на то, что у нас гнойные прыщи, поэтому мы будем еще брать именно этот препарат с той точки зрения, что здесь спиртовой раствор антибиотика. Итак, левомицетин это антибиотик широкого спектра действия. И про этот антибиотик я вам уже говорила, когда рассказывала про замечательную аптечную мазь синтамицин, линемент синтамицина. И рассказывала, что левомицетин используется для лечения всевозможных гнойных поражений нашей кожи. Это не просто инфицированные раны, это, например, пиодерми, гнойничковое поражение нашей кожи. И говорила, что левомицетин используется и будет использоваться для лечения прыщей, и в том числе для лечения акне. А также я вам говорила, что левомицетин входит в состав таких аптечных заживляющих мазей, как левомиколь или левометин. Так вот, второй компонент, который у нас будет помогать к быстрейшему присушиванию наших прыщей, это именно антибиотик левомицетин. Потому что, еще раз повторю, он широкого спектра действия, и он целенаправленно применяется в дерматологии для лечения прыщей и акне. Поэтому, если посмотреть, как работает спиртовой раствор левомицетина, конечно, он присушивает наши прыщи гораздо быстрее, чем его другие оптичные собратья, которые содержат просто какую-то травку, допустим, и спиртовой раствор, или какой-то другой ингредиент и спиртовой раствор. Но, очень многие на самом деле знают, что левомицетиновый спирт используется для лечения прыщей, но делают существенные ошибки. Итак, спиртовой раствор левомицетина применяется локально, местно, на каждый прыщ. То есть, им нужно обрабатывать каждый прыщ. Причем, желательно, чтобы вы обрабатывали не чаще, чем 1-2 раза в день. То есть, смотрите, не надо каждые полчаса, а желательно не чаще, чем 1-2 раза в день. Этого вполне достаточно. И что мы с вами делаем? Мы берем ватную палочку, смачиваем наш спиртовой раствор и каждый прыщик обрабатываем. Причем, смотрите, очень важно, если под вот этим обрабатыванием мы с вами случайно нашей ватной палочкой всковернули какой-то прыщ, то ватную палочку нужно выкинуть и использовать уже новую. Вообще, желательно, чтобы мы каждый прыщ обрабатывали отдельной ватной палочкой. Несмотря на то, что здесь антибиотик, несмотря на то, что здесь спиртовой раствор, если мы с вами дальше будем обрабатывать нашу кожу прыщи вот этим самым ватной палочкой, на которой есть гнойное содержимое, то есть риски, что мы с вами можем разнести инфекцию. Поэтому либо мы меняем ватную палочку, если вскрывается у нас прыщ, либо, если есть такая возможность, обрабатываем каждый прыщ отдельной ватной палочкой. Но это с точки зрения гигиены. А у нас же очень многие, особенно подростки, просто-напросто протирают кожу вот этим спиртовым раствором левомицетина. То есть они просто смачивают ватный диск и кожу протирают. Вот это существенная ошибка. Да, поначалу, первые дни у них просто потрясающий эффект, потому что спирт работает на матирование нашей кожи. То есть протерли кожу спиртовым раствором, и тут, о чудо, кожа матовая. А излишнее салоотделение у нас, как бы, мы сняли излишки кожного сала, да плюс у нас подсыхают прыщи, то есть прыщи уходят. Но это кратковременный эффект. На самом деле мы свою кожу гоняем в порочный круг. Итак, что делает спирт? Когда мы с вами протираем свою кожу, мы снимаем защитную гидролипидную мантию. Для кожи это сигнал, что кожа остается беззащитной, поэтому нужно выделить еще больше кожного сала. Кожное сало, это становится прекрасной средой для развития вот этих нехороших микроорганизмов, которые вызывают образование прыщей. Плюс вот этим самым спиртом мы с вами смываем, убиваем родную, нужную нам полезную микрофлору. То есть мы с вами нарушаем микробиом. Ну, если грубо сказать, мы с вами входим в состояние дисбактериоза кожи. И спустя время вы можете заметить, что вас не только подсыпают прыщи, что прыщи становятся более глубокие, более гнойные, но и вам вот этого матового эффекта хватает буквально на несколько минут. И вы вынуждены все сильнее и сильнее, все чаще и чаще протирать свою кожу спиртовым раствором, для того, чтобы добиться эффекта матовости или бороться с прыщами. И вот так как белка в колесе, потом начинаем бегать по этому замкнутому кругу, то есть когда мы с вами используем спирт именно для протирания нашей кожи. Так вот, чтобы этого не было, чтобы не вогнать себя вот в такое состояние, спиртовой раствор левомицетина нужно использовать только лишь локально, никаких протирок. Это первый момент. Второй момент, что спиртовой раствор левомицетина мы с вами не можем использовать бесконечно долго. Смотрите, если у нас эпизодические прыщи, например, перед критическими днями, мы действительно можем локально каждый прыщик обрабатывать. То есть в таком случае мы обрабатываем в течение 2-3 дней. Если же у нас выраженные прыщи, то вот этой присушкой мы с вами имеем полное право пользоваться от 7 потолок до 14 дней. Опять-таки локально, локально. В среднем рекомендуется обрабатывать наши прыщи это 5-7 дней. Но слава богу, что вот как присушка левомицетин работает очень хорошо, и хватает от 3 до 5 дней для того, чтобы справиться с прыщами. Но еще раз повторю, если у нас прыщи выражены, если их много, то в среднем 5-7 дней, но не более чем 14. В дальнейшем нужно искать все-таки первопричину, восстанавливать правильный уход. Возможно переходить на какие-то специальные аптечные препараты, которые занимаются лечением. То есть смотрите, это вот спиртовой раствор, он не исключает правильного ухода, он не исключает какого-то лечения. Это лишь вот такой кратковременный препарат, который используется именно для присушивания прыщей. Ну и конечно же левомицетин нам может помочь, когда у нас допустим возникают какие-то фурункулы, карбункулы. То есть это прямое назначение тоже применения спиртового раствора левомицетина. И левомицетин не используется на обширной участке. Ну допустим, у нас очень много высыпаний и на лице, и на спине. И мы в таком случае нельзя вот протирать полностью всю спину спиртовым раствором левомицетина. Нужно действительно обрабатывать каждый прыщ. Или же, или же. Делается вот такое вот мозаичное обрабатывание. Допустим, сегодня обрабатываются самые крупные гнойники. Завтра обрабатываются гнойники поменьше. В общем-то мы вот так вот дозированно используем спиртовой раствор левомицетина. Но тем не менее, как присушка, он гораздо эффективен, чем его другие собратья. Поэтому я надеюсь, я вам рассказала, что есть в аптеке наиболее эффективного. И главное, использовать правильно. Не часто и не дольше того времени, которое нам рекомендуется. Кстати, почему не дольше? Потому что, опять-таки, левомицетин это антибиотик. И к нему вот эта патогена микрофлора может точно так же привыкнуть. Поэтому не приучать свои, скажем, микроорганизмы. Они тоже имеют свойство подстраиваться, приспосабливаться. И использовать вот дозированно. Так что вот такие вот вам небольшие подсказки. Берите на вооружение, пользуйтесь и избавляйтесь от своих прыщей.